Короче говоря, у этого художника у нас было 8 человек, и у этого художника мы остановились. Там же Ленкиного мужа, он лекций друг, и жена была еще жива его. И на следующий вечер приехали, а мы ехали через... А что, зарплата о чем? Вот, в вечере через улицу, полдня, блин, да. Короче говоря, ну, естественно, вечером ужин, до трех часов ночи звезды, все, по утряне погребли, ребята, это надо было, я не погребли. Когда вот такая осусенка, а внизу поляна целая, у меня инфаркты были. Собирали уже куда только можно было. Мужики снимали уже эти самые рубахи, завязывали, и мы туда... В общем, за два дня мы нас собирали вот такую гору. То есть там потом мы раздавали, пошли по кругу, понимаешь? Вот, но перлы так, что уже, ну, вот то канал, что надо было полить. Вот это, когда Юрин мне позвонил. Грибы. Моя единственная мысль была. Рыбы, рассказывай. Значит, грибы, они разу на Кинбурске. Я на Кикосе был раз сто на Кинбурске. Раз сто. Но грибы, ну, как-то не слаживалось. Потому что водка, все, водку пив. Как-то не до грибов было. Ну, раз сто было. И с Садыковым были, и с Гаркушей были, и с... Ну, и с самого Дюнгала было много раз. Папа Ивова не было? А? Папа Ивова не было? Папа Ивова это кто? Ну, птица Белокрыла. Не, а что вы? Это ж не его территория. Не, ну... Имеется в виду Садыков дело для журналистов. А, Полянов? А потом делал для журналистов этот наш Олег Озбор. О, Господи, забыл. И по несколько... Ну, короче. Последняя поезда. Ну, одна из моих последних веест, когда я был на Кикосе. Это... Ты сказал, что это художник там. Ну, да, да. Значит, там живет великий художник Зебек. Я всегда знал про него. Я знал, что он там живет. Но, опять же, никогда не доводилось к нему, потому что, ну, журналистов везут, бак завезли и увезли. Нет. Я тоже не знал, где он живет. А это... А мы приехали туда с Лешей Воронцовым, тоже такой умеренно пьющий, Лешей Воронцовым, мы туда приехали по заданию. У нас было спецзадание, там, пока еще нельзя оглашать, что за задание. Время еще не истекло. Пион. Да, шпионское было задание. И нас встречали, конечно. Ну, знаешь, когда на задание тебя встречают, очень хорошо. Потому что это не моя была инициатива, это была инициатива, кто-то за задание. Ну, мы уже с Анатолией Григорьевичем. А у него очень чинно. Я не знаю, как будет сейчас, но тогда было очень чинно. Завтрак в 9.00 сели, смотрим, по курсу. Обед в 12.00 или там в 2.00 сели, по курсу. Чинно, там, такие благородно, так, знаешь, официанты были, там, служивают, так, все. Лишь не мадюкнись, лишнего слова не скажи. Ну, Серега, ну, козло вас просили. Козло, подвесная соль, чтобы он вести я делал сам. Ну, мы, короче, с Лешей покушали, чинно, благородно. И поехали, значит, на задание. Объезжаем в 2.00, значит, обед. А это уже второй день, потому что первый день мы там свои задания тоже так покушали, 50 грамм, как красиво, все, ни стол уже не сняли, но... И мы, значит, обезжаем все эти колхозы, сельсоветы, там, выполняем задания. А меня же Зебет, я же живет Зебет. Машина у нас там. Уит тебя? Да, возил нас этот вот, Серега, водитель. Тюбинский водитель, классный пацан такой, супер пацан. И он, значит, я говорю, Серега, а где же, ну, Зебет живет, где живет Зебет? Короче, узнаем, где живет Зебет, Серега, это, ты был у него? Серега, слушай, это история, это, узнаем, где живет Зебет. А нам говорят местный, да он никого не понимает, а какие журналисты? Да нажих ему тебе, какие журналисты? Тут, что, блин, там, и Патанин приезжал, он нафиг его послал. Вы знаете, да, что там отдыхали? И Патанин на кассе, и Майкл Дексон отдыхал, и этот вот. Тайсон отдыхал, есть фотографии? Нет, я, наверное, Себет собрал про Майкл Дексон. Зебет на нем, а Тайсон точно был, а Зерксона не был. Меладзе там у них дом, сколько, ну, они там. Так вот, так вот, что я хотел сказать. Зебет, у вас не пустят, говорит, потому что он не пустят, ты что, он вообще никого не принимает. Ну, дом огромный. Я говорю, ну, зайди у нас, ну, заедем, ну, и посмотрим. Заезжаем, да, и вот, я не знаю, какое время было. Ну, так, собру, может, 12 дня было. Ну, как бы, время еще было у нас достаточно для того, чтобы вернуться к двум часам кабина. Походит няня Вова, такая вот, такая вот прическа у него, такая вот. Смотрит на нас. Смотрит на нас такого. Няня Чузова, только проснулся. А мы с Лешей, значит, два корреспондента. Да, мы с корреспондентом с Николаевым, а мы с проездом. Смотрел на нас, классно, от семью, от Владова. У меня не было тогда этой штучки, это было давно, это было 4 назад. Но диктофонные записи у меня остались, штук 8. Пока уже батарейки, пока я вот так, пух, рассказываю. Заходим, значит, к нему, а он так посмотрел на нас, так, что-то там бургнул. И мы так сидим, топ-топ-топ, в хату заходим, в комнату заходим. Он так на стол бутылку водку, шляпу поставил. Без разговора, как в фильме. Хап, летчик. Хоп, хоп, хоп. Мюрик не успел даже слова сказать. Я вообще люблю какие-то доски сказать, там, хоп. Ну, меня-то я ж не сбодлина, ничего. Его так попустило. И мы у него просидели часом, наверное, до 6 вечера. А как же задание? Нет, а Серега нам водитель говорит, Юра, тут ехать полчаса где-то, минут 40 ехать. А он нам в час говорит, Юра, через 20 минут отъезжай. Я говорю, не вопрос. Отъезжаю. Не вопрос. Не вопрос. Потом Серега видит, что не получится через 20 минут отъехать. Серега так не ходил, волновался. Ну, я сделал святое дело. Ого, где-то я в полгода стол. А уже полутора, как бы, ну, на полтора часа хватило, чтобы я уже вот так говорил. А потом, гость, вот, поймаем, мы увлекли художника Зебека. Он вам передает пламенный привет. Мы на обед, наверное, чуть-чуть задержимся. Мы приехали на ужин. Я не знаю, мы что-то протрезвились, Леша. Мы на ужине сидели, вот так вот сидели. Что-то там было. Он говорит, кушать, закусывать, закусывать. Я говорю, да мне, а вот на юге. Ну, он нас кормил, конечно. У него там подвальщик такой, хвастался тем подвалом. У него там куча грибов, оленей. Зебек? Да. Ну, я очень четко запомнил. Четко запомнил, мне же хотелось хоть какую-то вот такую вот... Вы сидели в центральной комнате? В центральной, я на стене написал, здесь был Юрин. Люди приезжали, видят, там было написано, здесь был Юрин. Но не было ни подаварата, ничего. Я сейчас будет возможность, надо будет к нему обязательно. Ну, прямой лет уже примерно. Ой, ну очень много, очень много. Там он меня познакомил со своим сыном. Обещали, он меня просил, чтобы он в Николаеве, я ему там посодействовал. С Лазом один мальчик, я не помню. Как его зовут? Я не знаю. Сын, у него же детей, чтобы человек 8 или 7. Да, он меня познакомил с сыном. Ну, короче, я кассеты писал, диктофон у меня работал. Жалко, что она у меня отморчает. Такая женщина красивая, молодая, она намного младше его было. Я еще четко запомнил, я же хочу, я же, если к художнику захожу в мастерскую, то если не с полотном ухожу, то хотя бы с какой-нибудь там, ну, отдай мне полотно такие дает. Знаешь, два на два, там, такие там, другие художники что-то поменьше дают. Ну, отцебы, конечно, что же надо, чтобы с собой вытащить. А у него ничего не было. Ну, ничего, у него как раз, у него в период, когда к нему приезжает, все забирает. И мы ходим, а она у меня до сих пор сохранилась. Мы потом уходим, а у него кордонка такая. А, у него лежала какая-то кордонка. Вообще никакая. И я говорю, о, для того, вот эту. Я тебе дам вот эту, это мне хватит всю зиму зимовать. Это, говорит, ко мне сейчас должны москвичи приехать. А он ее спрятал. Вот одну мы нашли. А потом он ходит-худит. На полу лежала какая-то бумага. А, от сигарет. Плохо сигарет. Он только встает с полом. И начал меня там поливать. Вот это у меня сохранилось. Да, да. Вот это у меня. Значит, у меня там на тебе портрет. Ну, я тоже запомнил хорошо. Ну, и опять же, что тень Анатолия нормально, не обиделся, не выгнал нас. Красиво все так произошло. Интеллигентно. Вот, Слежа сидит. Он нас выгонит. Я говорю, да, у нас уже 8 часов выгонит вечером. Куда нас уже выгонит? Завтра уже утром все равно уезжают. Завтра утром они у них выгонят. Нормально. Он понял, что мы действительно были у великого человека. Да, мужик очень такой. Уполненный вжим. И опять же, если бы я умел писать, конечно, я написал. Потому что уже после меня. Я эту историю часто рассказывал. Часто многим рассказывал. Я ее рассказал Гурборову, Жене. И Женя к нему ездил тоже. Видел, да, интервью у Минина в журнале? Супер интервью получил. Просто шикарно. Я не помню по какому каналу, но кто-то. Весь телевизиончик. Да у него все были. Телевизиончики у него все были. А, точно. Тотик у него все. Да, Сашкин этот самый. Ну ему это не надо ничего. Он себе спокойно рисует эти картинки, как он их называет. Картинки рисует. К нему приезжают москвичи, собирают все это. Саша тогда точно. Это его репортаж. Ладно, конечно, счастье. Саша тогда. Ваши шикарно. А еще продолжай. Редактор субтитров А.Семкин